Вот в ДНХ рядом. Там, когда гуляете, когда много детей, много молодых. Это хорошо? Нет, это ужасно. Хочется уйти на какую-то тихую аллею. Это будет скучно. Ничего скучного не будет. Вы просто не умеете веселиться. Так, чиновникам не надо делать очень серьезные лица, когда они об этом говорят, потому что, когда слишком серьезно, не веришь. И третье, рождение ребенка не должно превращаться в финансовую и бытовую катастрофу. Этот страх надо убрать. Там, где оно превращается, там государство должно спешить на помощь. Так, Игорь Владимирович. Вся государственная машина должна работать на решение демографической проблемы комплексно. Нельзя так, чтобы один чиновник заявлял одно, а другой другое, потому что это выгодно в интересах бизнеса какого-то. Вот комплексно, а не так, как госпожа Горикова говорит одно, а явно министр здравоохранения поддержит репродуктологов. Вот надо как-то уметь договориться. Так, вот конфликт интересов надо... Так, Леся. Ну, я не верю, и, собственно, меня не переубедит ни идеологическая, ни какая-то финансовая направленность этой проблемы, но вот социальная, в которой из уравнения не будет вытаскиваться мама, которой нужна помощь, поддержка и психологическая в том числе, это лично то, что меня останавливает. То есть не создание инфраструктуры этой самой оболочки, которую этого ребенка делает, то есть для мамы, как для личности. Вот это то, что нужно обдумывать. Так, Сергей Валентинович. Итак, Иван Иванович. Ну, у нас уникальная ситуация. Мы достаточно развиты, и одновременно у нас есть окно возможностей подействовать на этот процесс деньгами. Конечно, в течение ближайших десяти лет надо заливать этот процесс деньгами. Это поможет. Но деньги-то отдавать только вот семьям молодым или деньги вкладывать в... Деньги и вкладывать, и отдавать. То есть и то, и то, но... Да, и не только матерям. На самом деле, сейчас речь идет об отцовском комментарии. И вот сужение до матери на три года, это ужасно, потому что через три года она оказывается в педкатастрофе. Так, Ирина Камбовна. А вы знаете, демография, это вообще наша общая проблема и наш общий вызов. И решений много. Вот у государства свои решения. Это деньги, это инфраструктура. Две трети бизнеса, 75% бизнеса малого в стране, семейные компании, где женщины работают, мужчины работают, зарабатывают себе на жизнь. Государство должно помогать этим компаниям, семейному бизнесу. Там есть все. И таких решений много. А мы с вами должны вот эту историю каждый день всем говорить. Дети это главное счастье нашей жизни. Хорошо, мы на эту тему, по-моему, несколько раз. Каждый третий программ. Из нашей сегодняшней программы я понял, что доброе слово и денежка, это все-таки лучше, чем просто доброе слово. Но когда мы идеологию применяем, тут важно, чтобы мы не скатились в злое слово. Когда на людей без детей начинают смотреть таким вот прищером, как на меня недавно депутат Госдумы Гусев, по-моему. А что это у вас детей нет? Все-таки вот пропаганда, она должна быть в какую-то приятную и прекрасную сторону. Хорошо. А не в сторону начали. Погнали мы сегодня с приходом весны. Давайте приходом весны и закончим. Тем более, что главный весенний праздник мы пропустили. Они не работают. А он, анекдот, как бы, календарный, но косвенно относится к этой теме сегодняшней. В общем, магазин подарков, врывается мужчина с перекошенным лицом, продавец говорит, я могу вам помочь? Он говорит, да, мне срочно нужен подарок на 8 марта. Говорит, я так понимаю, вам срочно нужен очень дорогой подарок на 8 марта. А почему вы так думаете? Потому что сегодня 11-е. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будни НТВ. До свидания.